Пропагандисты на разрыв отрабатывают свои деньги везде, где только могут. Лавров убежал от военкома в Нью-Йорк. Как в принципе идет мобилизация в России и поедет ли служить сын Дмитрия Пескова? В эфире Нехта самые важные и интересные новости. Об уловках российских военкоматов скоро можно будет писать книгу, если будет кому. Да, давайте не будем швырять трубки, как это вы сделали в прошлый раз. Российская пропаганда против российской эстрады. Когда они передерутся, на что будет смотреть российский зритель? Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались. В Турции упал русский самолет, который помогал тушить пожары. Спасибо, что вы с нами. Ставьте нам лайки. Я призываю вас быть еще активнее. Делитесь нашим видео и пусть больше людей о них узнают. Комментарии. Это очень важно. Позволяет нам понять ваши отношения ко всему происходящему. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. Первые встречи в Нью-Йорке с представителями ненавистного Запада проводит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Может, просто военкома скрывается? Видите, как сквозь зубы и на границе самообладания держит себя русский дипломат. Даже смех получилось выдавить, похожий на искренний. Все важные заявления участников саммита мы будем публиковать в нашем телеграм-канале Нехта Лайв. Не забудьте подписаться. В Думе продолжают сжечь. Геннадий Зюганов, главный коммунист России, опять пришел на работу без таблеток. Мне думается, что у каждого поколения, может быть, не только 41-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 45-м. Мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир. Мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, тысячелетней державы, всех героических поколений, которые отстаивали свободу и независимость наших народов и безопасность наших просторов. Пресловутые последователи Остапа Бендера не дают покоя коммунисту Зюганову. Путину давно советовали или завязывать с так называемой операцией, или уже объявлять войну и мобилизацию. Он решил найти что-то среднее. Почему? Есть версия российского политолога. Кажется, что это было следствие крайне неудачного визита в Самарканд, среди всего прочего. И до этого еще менее удачных наших военных действий на Харьковском направлении, скажем так. Комбинация этих двух событий, то есть, с одной стороны, военных неудач, с другой стороны, какого-то явного и, видимо, неявного неуважения, которое было продемонстрировано азиатскими партнерами на самаркандском форуме ШОС, привели, видимо, к тому, что, вернувшись, президент с большим вниманием стал смотреть на те папочки, которые давно уже лежали у него на столе. Вы же понимаете, что это не импровизированное какое-то решение, это не какой-то новый план. Это прежний план, который обсуждался, в общем, с самого февраля. И версия украинского политолога тоже ненамного отличается, на самом деле. Схоже, что, знаете, это такой прояв форс-мажорный, або, можно сказать, авральный. Почему это выникло? Вот референдум, который есть только приводом для мобилизации. Но, фактически, это начало нового этапа войны. Путин таким образом демонстрирует, что он, как и раньше, грозный, решительный, что все идет по плану, что он не собирается капитализировать, что он будет воювать, он против Захода, против Украины. Все эти мантры повторяются. В решительном, такую последнюю краплю, кроме поразок на Харьковщине, это первая причина, стал еще саммит ШОС. Вот все это аврально произошло вчера, после возвращения Путина к Самарканду. Дуже похоже, что в Самарканде Путин просто стыкнулся с прямой неповагою. Его принимают как лидера, который прогреет, который является лузером. Жители Севастополя публикуют видео со взрывом в море на выходе из Казачьей бухты. Взрыв далеко в море, и после версии об НЛО и разминировании появилось самое интересное. От оккупационного губернатора Михаила Развожаева. Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который, соответственно, обследовали специалисты, прежде всего по таким объектам и взрывотехнике. После того, как обследование было завершено, этот аппарат был уничтожен в море. Водоплавающий беспилотный аппарат. Видимо, все, что взрывается в Севастополе, сразу становится беспилотником, даже если это просто хлопушка. Улицами Краснодара возят авиабомбы. В интернет появилась запись, на которой военный грузовик с плохо закрытым темпом везет авиабомбу ФАП-500, сложенную просто горкой. Ну, а вдруг не упадут? Взрыв. В Турции упал российский пожарный самолет, который помогал тушить пожары под городом Мармарис. На момент записи этого видео мы знаем о двух погибших и пяти раненых. Как обычно, в России есть закон для всех, а есть беззаконие для своих. Сын Дмитрия Пескова служить не собирается и добровольцам на фронт тоже. Пранк от представителя команды Навального Дмитрия Низовцева, который позвонил сыну пресс-секретаря Путина и представился военкомом. Да, давайте не будем швырять трубки, как это вы сделали в прошлый раз. Значит, Николай, вопрос... А зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Так, во-первых, почему вы не перезвонили, во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат, в 10 утра мы вас ждем. Вы, это самое, в 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Так. Вы должны понимать, если вы... Вы знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне. Раз уж начали про военкомат, давайте и продолжать. На какие уловки только не идут военкомы, чтобы поймать отказников. Перед вами объявление с номером телефона, по которому обещают помочь избежать мобилизации. Если этот номер загуглить, получается военком. Отличная попытка. Мэр Мелитополя в то же время предупреждает о планах оккупационных властей проводить жесткую мобилизацию и советует как можно скорее эвакуироваться, чтобы не стать пушечным мясом. У страха глаза велики. Это подтверждает российская пропагандистка Скобеева, которая дописывает на ли в численности личного состава ВСУ. Раньше министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что всего во всех оборонных ведомствах Украины служат около миллиона людей, включая штабных сотрудников, спасателей и так далее. Но российская армия же не может проигрывать безоружным МЧСникам. Если мы же не говорим про 300 тысяч мобилизованных, то как выглядит украинская армия, какому количеству украинских солдат мы сейчас противостоим? Сколько их там? Миллион? Полтора? А также американский генерал Петреус говорит, что после Харьковского контрнаступления выдохлась украинская армия. Исходим из того, что врут пытаются нас расслабить. Все, теперь не так позорно. Это ж профессиональные натовские военные. Несколько миллионов. Русская пропаганда столкнулась с русской эстрадой. Маргарита Симонян нашла себе соперницу по уровню, Аллу Пугачеву. Интересно, что Симонян знает о существовании Пугачевой, но знает ли Пугачева о существовании Симонян? В любом случае, получилось так, вроде сами спалились. Когда Пугачева сказала, что по приезду в Россию хочет набить морду одному человеку, пропагандисты запутались. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли, чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне. Ну, очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова. Алла Борисовна, свобода слова – это когда за слова морду не бьют. И набить морду не угрожают. Понимаете? И когда этот человек имеет право говорить то, что он думает. Кстати, о свободе слова. По мнению Симонян, видимо, это когда тебя за твое мнение могут посадить. О протестном движении в России, дальше без комментариев, видео с митингов против мобилизации, пусть даже частичной. Будет ли иметь влияние мнение общественное на мнение диктатора? Вряд ли. Но то, что общество начало шевелиться, уже хорошо. Только вот пошевелилось ли оно, если бы на войну не забирали их братьев, отцов и детей? Пусть надо копны! Пусть надо копны! Вася, ладно, варьми, а мы не в тюрьму тоже. На эту минуту у меня все. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете ресурсы Нехта. Лайки, репосты и комментарии – это очень важно. Они помогают расширять нашу аудиторию. Кроме того, что нас с вами становится больше, это еще и означает, что больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова